Любители охоты из стран Балтии хрипели и мычали в битве за звание чемпиона по имитации рёва оленей. Здесь собрались участники из Латвии, Литвы и Эстонии. Судьи сидят за ширмой и слышат только звук. Оценивают рёв в нескольких категориях. Среди них звуки, которые издают молодые олени, олени-победители после битвы, олени во время гона, а также доминирующие олени, стоящие рядом со стадом. «Во время настоящей охоты зовёшь совсем по-другому, чтобы заманить животное и убить его. Здесь рёв звучит так, чтобы зрителям было интересно и понятно. Если знаешь особенности каждого вида рёва, тогда знаешь, как его представлять. Не только для зрителей, но и для жюри. У каждой категории своя история. Нужно учиться». Это уже седьмой ежегодный конкурс. По словам организаторов, он продолжает набирать популярность. В этот раз приехало 23 участника. При этом все должны были соблюдать строгий дресс-код. Он включает традиционную охотничью одежду праздничного сезона. «Лучший приз ждёт меня не здесь, а в лесу. Если удаётся найти, позвать и на самом деле убить оленя, то это для меня золотая медаль». «Очень увлекательно, когда можешь говорить с животными в лесу и понимать, что ты говоришь, а также, что они отвечают. Приезжаю я и все мои коллеги. Мы не просто говорим с оленями. Мы говорим с волками, косулями и другими животными. Это очень помогает в охоте». Примечательно, что конкурс проходил почти в полнейшей тишине. Слышно было только рёв. Участникам не разрешалось общаться со зрителями или разговаривать друг с другом. Сигналом к началу выступления было поднятие шляпы. Победил в соревновании участник из Латвии. Он примет участие в чемпионате Европы по рёву оленей, который пройдёт в следующем году в Польше. Этот учитель встречает своих учеников словами «Нгара юмби». Они отвечают «Нгара кори». На местном языке «вака вака» это означает «доброе утро». Ученики третьего и четвёртого классов этой небольшой школы в австралийском штате Квинсленд изучают язык коренных народов. «У меня всегда была сильная связь с моей культурой, особенно с танцами и пением». Учитель Кори Аппа не имеет университетского образования. Однако его допустили к преподаванию в качестве исключения. Он – носитель вымирающего языка. Таких в Австралии десятки. Из 250 существовавших ранее языков носители остались только у 40-ка, и их всё меньше. «Это историческое событие для нашего штата и нашей системы образования». Эйтсвелд – город к северо-западу от Брисбена. Многие его жители – потомки аборигенов. Они говорят, что уроки Аппа помогают сохранить местную культуру и историю. «С культурой приходит уважение, приходит понимание». Пользу скоро получат ученики не только этой школы. Подобные уроки планируют ввести и в других учебных заведениях. «Он собирается создать другой мир. Всё будет по-другому». Языки коренных народов преподаются в 44 государственных школах Австралии. Есть ещё более 100 других школ, которые планируют преподавать язык аборигенов. «Я надеюсь, что со временем в школах возродят множество языков. Мы можем использовать эти языки на улице, в футбольных играх и на мероприятиях». Пагль по кличке Мэри – возможно, самая крутая собака в Шанхае. Её попона стоит 500 юаней – 70 долларов. Но дело не в красоте. Попона не даёт собаке перегреться. В условиях изнуряющей жары – это вопрос жизни и смерти. «Если на улице больше 30 градусов, я надеваю на собаку охлаждающую попону. Она работает за счёт увлажнение. На улице влага испаряется и снижает воздействие жары». Экстремальная жара в Китае заставляет многих владельцев собак и кошек покупать охлаждающие попоны и коврики. Множество их видов представлено на торговых онлайн-площадках. Стоимость доходит до 100 долларов за изделие. «Я не думала, что лето в Шанхае может быть таким жарким. В этом году я подготовилась заранее. И это лето выдалось особенно жарким». В июне и в июле в Китае было зарегистрировано несколько дней с рекордно высокой температурой. Ветеринары напоминают, что асфальт в жару сильно прогревается. Это может привести к ожогам лап животного. Кроме того, собаки, как и люди, могут получить тепловой удар. «Симптомы теплового удара могут начинаться с одышки, учащённого сердцебиения и дыхания. В итоге могут пострадать нервные клетки и мозг, может даже начаться эпилепсия. Примерно 50% домашних животных, получивших тепловой удар, может умереть». Охлаждающие попоны есть разных видов. Работающие на хладагенте могут навредить здоровью животного. Есть попоны на кристаллах, более щадящие. Их действие длится несколько суток. Также выпускают попоны из нескольких слоёв ткани. Один отражает солнце, другой впитывает и удерживает влагу, а третий позволяет влаге испаряться. Специалисты напоминают, что такие жилеты в первую очередь не охлаждают, а защищают от перегрева. Поэтому их надо надевать перед прогулкой. Ну а гулять в жаркие дни лучше рано утром и поздно вечером. У детектива Кэтлин Лусера, главного следователя по уголовным делам индейской деревни в США, есть миссия. Она борется с бумом исчезновений и убийств людей из её общины, а также других общин индейцев по всей стране. Впервые она узнала о важности поиска пропавших без вести в общинах коренных народов в 2009 году, когда была патрульным офицером. Тогда она использовала неофициальные каналы и помощь других полицейских управлений. В итоге нашла старейшину деревни, который страдал деменцией. Он уехал почти за 650 километров от своего дома. Обычно поиск пропавших без вести из общин индейцев не находится в приоритете для правоохранительных органов США. В общинах зачастую не хватает ресурсов. В итоге около 4200 дел, связанных с исчезновением представителей коренных народов, остаются нераскрытыми. Семьи жертв и их адвокаты говорят, что полиция обычно считает, что пропавшие сами виноваты в собственном исчезновении. В основном женщины, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками. При этом Лусера не осуждает жертв за наркоманию или побег. Она не ждёт, пока они вернутся, начинает собственное расследование, публикуя их имена и фотографии в социальных сетях. Она также звонит в другие полицейские управления и даже на телеканалы. С 2015 года она вела восемь таких дел. Семь человек были найдены живыми, а один до сих пор остаётся пропавшим без вести. «Думаю, многие не хотят обращаться в правоохранительные органы, потому что есть офицеры, которые их осуждают. Но зачем осуждать? Они пришли за помощью, и я думаю, как им помочь. Мне всё равно, что они принимали наркотики или бросили своих детей. Да, это неправильно, но сейчас это не главное. Мне нужно найти пропавших и вернуть домой». На статистику исчезновений коренного населения влияет много факторов. Среди них – бедность и вредные привычки. Так, в Миннесоте индейские женщины и девочки составляют 15% всех случаев пропажи лиц женского пола в штате. Импровизированные блокпосты создают в западном Импхале в индийском штате Манипур. Здесь с начала мая продолжается этнический конфликт между народностями Куки и Мэйтэй. Он сопровождается насилием. Погибло уже более 180 человек. Сотни пострадали, десятки тысяч были вынуждены покинуть дома. «Люди из другого племени нападают на наш народ Мэйтэй. Поэтому мы охраняем эту местность, охраняем нашу деревню». Причиной конфликта стало решение Верховного суда Манипура обязать власти штата рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить народности Мэйтэй статус зарегистрированного племени. Это дало бы Мэйтэям право на квоты при поступлении на госслужбу и приёме в вузы. Против выступили представители народности Куки. Они заявили, что Мэйтэй так обеспеченнее и образованнее, поскольку их община самая многочисленная в штате. В итоге вспыхнуло насилие. Последним трагическим инцидентом стал расстрел трёх человек в округе Вишнупур в минувшую субботу. Мэйтэй – коренные жители Манипура. Они в основном индуисты. Большинство представителей народности Куки исповедуют христианство. Сейчас в Манипуре действует комендантский час. В штат введены войска индийской армии. Как герои встречают норвежскую альпинистку Кристин Харилу и непальца Тинджина Шерпу в Катманду. Они побили рекорд по самому быстрому покорению 14 высочайших вершин мира. Альпинисты поднялись на них за 92 дня. Восхождение начали в апреле, поднявшись на гору Шишабангма в тибетском автономном районе. Затем покорили другие восьмитысячники в Китае и Непале. Последней в списке стала гора Чагари или Ка-2. Это вторая по высоте вершина мира после Эвереста. Рекордсмены поднялись на неё со стороны Пакистана. «Какое-то время я не стану часто подниматься на восьмитысячники. В общей сложности я преодолела 288 тысяч метров. Думаю, я выполнила часть твоей задачи». Это вторая попытка норвежской альпинистки установить рекорд. Предыдущая была в прошлом году. Но Харила успела покорить только 12 вершин, а потом Китай закрыл границы из-за вспышки COVID. Предыдущий рекорд принадлежит британцу непальского происхождения Нирмалу Пурджи. В 2019 году он покорил 14 вершин за 189 дней. Пока где-то в Европе изнывает от жары, на вершине Цукшпице в Германии катаются на санках и наслаждаются морозным воздухом. Здесь – самая высокая точка страны. Цукшпице возвышается над уровнем моря почти на три тысячи метров. «Это исключительно. Поиграть в снежки на Цукшпице в августе лучше не придумаешь». «Я знал, что здесь наверху будет снег. Я уже бывал здесь однажды. Снега не так много, как раньше. Но всё равно это прекрасно». Первое восхождение на Цукшпице совершили в 1820 году. Сейчас на гору можно подняться на специальном поезде. Также есть две канатные дороги. Сюда приезжают местные и зарубежные туристы. «Я бейсбольный судья. Знаете, я надеваю защиту для груди, маску для лица и щитки для голеней. А на улице – 37 градусов. Когда снимаешь футболку, с неё течёт. Я люблю холод». Кстати, в конце июля и начале августа в Германии было не особо жарко. В основном – 25 градусов и меньше. Также часто шли дожди. Под палящим солнцем тайские погонщики направляют вперёд буйволов и спалинов. По грязному полю с водой нужно пробежать 200 метров. Самая быстрая пара животных победит в состязаниях. Они по многолетней традиции проходят в тайской провинции Чанбуре. Распалённых гонкой буйволов сразу охлаждают. «Когда жарко, надо их обливать водой, чтобы снять усталость». Гонки буйволов знаменуют начало сезона выращивания риса. В соревнованиях участвуют более 60 животных. Готовятся к ним серьёзно. Тренировки, слаженная работа целой команды – наставника, погонщика и буйволов. «Я взволнован. Соперники опытные, но и мы тоже. Мы верим в свои силы. У нас есть шанс на победу и на то, чтобы добиться триумфа». Несмотря на жару, здесь собрались и зрители. «Это очень весело и волнующе, но в то же время непредсказуемо. Мы боимся, что буйволы бросятся на нас. Но всё же за ними хорошо наблюдают». Этому празднику уже более 145 лет. «Мы хотим сохранить культурные традиции. Пусть молодое поколение знает, что буйволы долгие годы помогают нам выращивать рис. Мы по-прежнему пашем на них поля и полны решимости сохранить эту традицию». Сезон дождей в Таиланде начался в июле. Но в этом году их будет немного меньше из-за климатического феномена Эль-Ниньо.